Приветствую вас, Карина, ну вот в предыдущем своем ответе на ваш вопрос, я вроде бы отвечал вам уже на вопрос, который вы задавали про то, что мужчина на расстоянии, вот. Там я говорил, что отношения на расстояние это достаточно достаточно специфичные по своей природе, в том смысле, что отношения на расстояние требуют больше воли, отношения на расстоянии требуют больше сил, больше таких вот ресурсов, и не всегда эти ресурсы у людей есть, к сожалению, и если вы, к примеру, с молодым человеком до сих пор находитесь на расстоянии, то абсолютно ничего необычного нет в том, что он не хочет с вами построить, он не устраивает отношения просто потому, что понимает или боится, что опять же вы будете на расстоянии и опять, собственно, будет страдать, вот мужчина просто-напросто боится каких-то, боится какого-то вот начала сравнных отношений, вот. Причина этого заключается в вашем прошлом опыте, это всегда, так, это всегда, так, это вот по-другому просто быть не может, и тут на самом деле вы делаете, ну, скажем так, некоторая ошибка в том, что пытается понять, в чем причина его поведения, потому что причина его поведения, она может быть чем угодно, мы его не знаем, но вот вы говорите, что возможно ли так сделать при встрече, чтобы ему захотелось вновь на все отношения, и здесь в первую очередь нужно понимать, для чего это вам. Я говорю сейчас абсолютно и совершенно серьезно, зачем это нужно вам, вот для чего выходить, чтобы у мужчины появилось где-то самое желание снова быть с вами в отношениях. Вы говорите, что вы не хотите с ним просто проводить приятное время, потому что вы его любите, вы говорите так, вы говорите, что вот я его люблю, и из-за того, что я его люблю, я не хочу проводить с ним просто время. Что-то типа мне так не нравится. Ну, здесь уже в некотором смысле есть определенные сложности, потому что это в некоторой степени подвергает сомнению то, что вы его любите, потому что если человека любят, то принимают его таким, как он есть. Принимают полностью то, что он готов вам дать, а вы этого сделать не можете, и дело здесь даже не в том, что вы должны это делать. Ну, понятно, что если вы не хотите этого делать, то вы не должны, и никто вас в принципе не в силах заставит, да и не нужно вас заставлять это делать. Другой вопрос заключается в том, что мешает вам принять его, вот, его, так сказать, активность, да, что мешает вам принять его, вот, текущее желание, да, что-то делать с вами. Что мешает вам принять его такую вот точку зрения, то, что он сейчас может с вами, вот, на таком уровне только взаимодействовать и все. Из этого может потом вырастить что-то более, там, ну, серьезное и так далее. То есть вот почему так происходит, почему вы не можете принять его, если говорить, что любите. Это самый, наверное, важный Карин Карина вопрос, потому что о любви здесь, к сожалению, в таком случае говорить не приходится. Приходится и говорит о том, что вы там с чем-то нуждается, приходится и говорит о том, что у вас есть какая-то подразличность, приходится и говорит о том, что с любовью у вас связаны какие-то ваши собственные желания. И это неплохо в том, что с любовью связаны какие-то желания, но отделить одно от другого, отделить ваше желание от, например, чего-то к нему, отделить то, что вы хотите для себя от того, что вы хотите для него. Это на самом деле очень важно и поможет вам более гармонично выстраивать отношения с мужчиной. Вот, поэтому ситуация, она здесь, на мой взгляд, вот такая, в первую очередь. И мне кажется, что на этот момент вам нужно обратить свое внимание. Вот, просто парень вас хвалит, сообщает хорошо, делает комплименты и так далее, говорит о том, что в целом у него к вам позитивное осталось отношение. Вот, и это безусловно здорово, что у него к вам осталось позитивное отношение, потому что если бы позитивного отношения у него бы к вам не было, то, ну, на мой взгляд, вообще бы никаких шансов, что вы, ну, могли бы быть вместе. Не было так, так, так шансы есть, но не стоит воспринимать это как надежду. Вот, ведь, как помните, вы из-за чего-то расстались, что-то повлияло на то, что вы расстались. И вполне возможно, что эти обстоятельства, которые привели к тому, что вы расстались, эти обстоятельства, они активны и сейчас, они активны до сих пор. И их сбрасывать со счетов, ну, наверное, не стоит. Вот, поэтому, тут такой момент, и мне видится, вот мне видится ситуация, так что вы ориентируетесь на него слишком много, а нужно на себя. И вот пока вы ориентируетесь на него, а не на себя, ну, ситуация, на самом деле, будет очень такой вот подвешенной в большей степени для вас, потому что вы будете чувствовать некую свою зависимость от человека, будете чувствовать, что вам как-то вот тяжело, вы будете чувствовать, что вам не по себе, вы будете чувствовать, что вам трудно, вы будете чувствовать напряжение и так далее. Вот. То есть это вот такой момент. И, наверное, прежде чем выстраивать отношения, нужно увидеть, постараться увидеть, что привело к тому, что они завершились, что не устраивает вашего молодого человека. Пока его что-то не устраивает, это очевидно совершенно. Вот. Ну, как бы, тут вот такой момент. Можно выделить такую историю. Можно воссоздать. Вот. И что с этим будете делать вы дальше? Ну, это на самом деле решать по большому счету вам. То есть только вам решать, как вы будете поступать в этой ситуации и в дальнейшем, потому что вы можете как-то пытаться вернуть то, что было, игнорируя опыт. Вот. Вы можете обратить внимание на саму себя и посмотреть, что вообще вся эта ситуация в целом, в принципе, значит, для вас. Вот. Ну, а можете жить дальше. Вот. Я бы начал с исследования вот именно чувства. То есть исследования чувства к нему. Я бы хотел говорить, чтобы говорить, что вы его любите. Я не то, чтобы, с вами спорю, я не то, чтобы, считаю, что вы его не любите, но я хочу, чтобы вы просто вот более как-то полно, что ли, разобрались в своих ощущениях к нему. Потому что если это не совсем любовь, а как я уже сказал, что это может быть не совсем любовь. Вот. То, соответственно, здесь могут быть некие моменты, которые будут существенно усложнять ваше взаимодействие с этим человеком. Вот. И не позволять вам адекватно раскрывать с ним, например. Вот. Такая вот история. На этом всё, Карина. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если вам он понравился, буду благодарен. Если вы его сделаете лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешит.